В войне наступает переломный момент. Цель украинского контрнаступления – отрезать российские войска от оккупированных территорий на юге до зимы. Крупный пожар в южноафриканском Йоханнесбурге. Погибли более 60 человек. Шторм и далее обрушился на штаты Джорджии, Южная и Северная Каролина. До этого он прошелся по Флориде в виде урагана третьей категории. В ночь на 31 августа жители Земли наблюдали второе голубое суперлуние подряд. Бои на Восточном фронте Украины достигают переломного момента в войне с Россией. По мнению экспертов, Работина на юге страны и Купенск на востоке остаются центрами наступательных операций. Украинские войска постоянно подвергаются обстрелам с беспилотников. Но задача по-прежнему состоит в том, чтобы рассечь сухопутный коридор между Россией и аннексированным Крымом и отрезать российские войска от оккупированных территорий на юге. Москва осознает опасность прорыва. В район Работина начали прибывать крупные резервы вооруженных сил России. Но ни одна армия не может функционировать без боеприпасов. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от руководства предприятия по производству радиолокационных систем в Тульской области организовать круглосуточную работу завода. Шойгу также недавно посетил Северную Корею, чтобы убедить Пхеньян продавать России артиллерийские боеприпасы. На что очень резко отреагировали в Вашингтоне. Тем временем в Москве заявили, что атака беспилотников на Псковский аэропорт, в результате которой были повреждены, либо уничтожены военно-транспортные самолеты, не останется безнаказанной. Более 60 человек, в том числе по крайней мере один ребенок, стали жертвами пожара в южноафриканском Йоханнесбурге. В ночь на четверг там загорелось пятиэтажное здание. Дом был заброшенным, но там незаконно проживали более 200 бездомных. Более 40 человек доставлены в больницы. Пламя удалось потушить за несколько часов, но поиски людей в здании еще продолжаются. Причины возгорания пока неизвестны. Перед тем, как выйти в Атлантический океан, тропический шторм и далее прошелся по штатам Джорджия, Южная и Северная Каролина. До этого он обрушился в виде урагана третьей категории на Флориду, оставив за собой разрушение. Прибыв в этот солнечный штат в среду утром, с ветром, скорость которого достигала 200 км в час и далее вызвала катастрофический штормовой нагон и наводнение. Большинство жителей прибрежных районов прислушались к предупреждению об эвакуации. Но некоторые, находящиеся в глубине материка, посчитали, что могут не беспокоиться, ведь их предыдущие ураганы обходили стороной. Несмотря на это, и далее оказалось гораздо менее разрушительной, чем предполагалось ранее. В настоящее время основное внимание уделяется расчистке завалов и восстановлению энергоснабжения сотен тысяч домов. Всех, кто думает извлечь выгоду из сложившейся ситуации, предупреждают таблички с надписями «Вы грабите, мы стреляем». В то же время, метеорологи отмечают, что наступившая голубая суперлуния может поднять приливы и отливы выше обычного уровня, в дополнение к разрушительному воздействию Италии. Министры обороны и иностранных дел Евросоюза собрались в испанском городе Толедо, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине. Другая тема встречи – возможность введения санкций против властей Нигера за то, что в прошлом месяце военные свергли президента Мохаммеда Базума, который был демократически избран в 2021 году. Нигер и теперь Габон. Пополненный список африканских стран, где захватила контроль армия. В последние годы такая участь постигла Буркина-Фасок, Винею, Мали и Чад. Эксперты отмечают, что государственные перевороты распространяются по Африке как инфекция, а это означает, что табу на захват власти неконституционным путем теперь нарушена. Габон. Габон. В прошлом году Нигер был вторым по величине экспортером урана в Евросоюз после Казахстана. Впрочем, срыв поставок в ЕС сырья для атомного топлива считается маловероятным. Накануне встречи в Толедо министр обороны Украины выразил надежду, что она сможет использовать западные истребители F-16 уже весной 2024 года. Премьер-министр Японии опубликовал видеозапись, как он и два его министра едят по их уверениям рыбу, вылубленную у Фукусимы. Таким образом, Фумио Кусида попытался нивелировать общественный страх от сброса воды с пострадавшей атомной электростанцией. Несмотря на заверения японских властей о чистоте, спускаемой в океан жидкости, соседние страны обвинили Японию в безответственности и эгоизме. Китай посчитал, что японская сторона не предоставила доказательств законности своих действий и приостановил импорт японских морепродуктов. Тысячи людей собрались на улицах столицы Габона, чтобы выразить свою поддержку военным, объявившим о свержении президента страны. В ночь на среду офицеры заявили, что отменяют итоги выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Алибон Гуандимба. Он руководил страной с 2009 года. Для него это был бы уже третий срок. Но голосование проходило на фоне насилия. Сразу после закрытия избирательных участков был введен комендантский час. В итоге военные заявили, что намерены положить конец существующему режиму. Это уже не первый переворот в Западной Африке за последние годы. В Евросоюзе выразили глубокую озабоченность происходящим. Габон считался сравнительно благополучной страной. ВВП на душу населения там был одним из самых высоких в Африке. Тем не менее, безработица в стране достигала по некоторым данным 40%. Предыдущая попытка переворота произошла в Габоне в 2019 году. Тогда властям удалось арестовать заговорщиков и вернуть себе контроль над ситуацией. 45-му президенту США и нынешнему фавориту республиканской партии Дональду Трампу предъявлены многочисленные обвинения. 4 марта следующего года в Вашингтоне откроется процесс по делу о попытке отменить итоги предыдущих президентских выборов со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов. Всего миллиардер проходит по четырем уголовным делам. В Конституции нет ничего, что могло бы помешать ему баллотироваться вновь, но судебное разбирательство против политика такого уровня – безусловно, новый этап в американской электоральной истории. Экс-главе Белого дома также предъявлены обвинения в Джорджии, где его подозревают в попытке пересматривать результаты выборов 2020 года, якобы при содействии нескольких лиц из его близкого окружения. Это уголовное дело, дата рассмотрения которого еще не определена, может стать решающим в судьбе Трампа. Все сводится к разнице между федеральным законодательством и законами штата. Несмотря на многочисленные уголовные административные дела и серьезные обвинения в его адрес, которые он отвергает, бывший президент, согласно опросам, фактически остается фаворитом республиканцев. Апеннинская бурая медведица стала желанной гостьей жителей итальянского Сан-Себастьяна Деймарси. В городе ее прозвали Амареной из-за ее особой любви к этому сорту вишни. Недавно для знакомства с людьми она привела двух своих медвежат. Апеннинский бурый медведь считается среди своих собратьев неагрессивным подвидом. Животное находится на грани вымирания. Всего в природе, по подсчетам зоологов, осталось приблизительно 50-80 представителей этого подвида. В ночь на 31 августа жители Земли могли наблюдать события, которые можно назвать вторым голубым суперлунием подряд. Это исключительное истечение астрологических явлений, ни у одного из которых нет почти никакого астрономического смысла. И о котором говорят лишь потому, что используемый людьми грегорианский календарь не совпадает с лунными циклами. Суперлуния — это когда полнолуние примерно совпадает с перигеем, точкой орбиты, когда Луна ближе всего подходит к Земле. В зависимости от толкования, насколько примерно, в календарном году в среднем может быть 2 или 4 суперлуния. Они всегда следуют одно за другим подряд. Оба полнолуния в августе в этом году, суперлуния в более строгом толковании. Голубой луной называется одной из полнолуний, когда в календарном году их оказывается 13 вместо 12. Так происходит раз в 3-4 года. Причем есть два варианта толкований. Это или третья полнолуния из четырех в одном сезоне, или вторая в одном месяце. В этом году оба полнолуния августа можно назвать голубой луной. К цвету наблюдаемый лунный термин никакого отношения не имеет. В следующий раз нечто подобное повторится в 2037 году.